Поговорим, я расскажу коротко о нашей компании. Ну, для того, чтобы вы понимали, собственно говоря, с кем вы имеете дело. Компания BI-Consult занимается, работает на рынке бизнес-аналитики уже более 7 лет. В штате у нас более 30 сотрудников. Все они имеют высокую квалификацию. Большая часть из них – это бизнес-аналитики и разработчики, то есть консультанты Клик, работающие в большом количестве проектов, которые наша компания делает. Основным продуктом, с которым мы работаем, являются продукты компании КликТех. Это, как мы уже говорили, КликВью и КликСенс. Мы являемся одним из наиболее опытных, может быть, и признанных партнеров Клик в России. О чем говорят те статусы, которые вы видите. Мы имеем высший статус в двух номинациях – торговля и промышленность. Ну и совсем чуть-чуть вот здесь показаны некоторые наши клиенты, с которыми мы вполне успешно завершили проекты на технологиях Клик. Но будем мы говорить сейчас не о проектах, а именно о обучении. Что такое учебный центр Клик? Вот просто для начала я расскажу о том, что существует учебный центр Клик в Москве. Это центр самого вендора, самой компании Клик. Мы, с одной стороны, предлагаем учебные курсы в московском центре, которые проводит компания Клик, которые, кроме нас, продают еще и другие партнеры. Сейчас спрашивают, а можно ли купить курсы самого Клик. Нет, сам вендор не продает курсы, он продает их только через партнеров, в том числе и через нас. Ну и, как правило, стоимость она везде примерно одинаковой. Не примерно, а просто одинаковая. Все курсы в московском центре стоят у всех партнеров одинаково. Кроме этого, у нас есть еще собственный курс, о котором я чуть позже расскажу. Как, в принципе, какие... Вот начнем с того, как проходит вообще обучение. Какие формы обучения бывают. Ну вот первая, самая стандартная форма, это когда либо московский центр, либо наш центр проводит обучение по стандартному курсу, по известному расписанию. Это идет обучение в группах. Группы набираются совершенно от разных компаний, в том числе приходят туда и люди, которые обучаются самостоятельно за свои собственные деньги, либо это корпоративное обучение за счет работодателя. Все это, значит, мы проводим свой курс в Санкт-Петербурге. Естественно, московский центр проводит в Москве. Обычно в группе, ну вот не 7, 10, 7, 12 где-то человек, наверное, до 12 человек. И люди с преподавателем обучаются. Это самый стандартный вариант. Другой вариант, вот он у меня третьим стоит, но на самом деле тоже достаточно распространенный, это обучение под клиента на выезде. Это когда компания, особенно если она, ну, в том числе и для московских тоже мы называем это выездным, или там для санкт-петербургских, но имеется в виду, что проходит на территории заказчика. Все это очень интересно для компаний, у которых есть достаточное количество учеников. Например, компания может набрать группу не менее 8 человек, тогда для нее и более интересным, и более выгодным становится приглашение тренера к себе. Соответственно, и курс тогда можно адаптировать под конкретные интересы этой компании. И, опять же, сэкономить, если компания находится где-то в другом городе, в регионах, у нас очень много таких крупных заказчиков, сэкономить на командировочных расходах, что, в общем, немало. Если отправлять 10 человек, например, в Москву или в Санкт-Петербург. Ну и вот виртуальное обучение, оно на самом деле состоит из двух частей. Это может быть как... Компания очень часто спрашивает, а можно ли нашу группу обучить виртуально. Мы не рекомендуем такой вариант, когда тренер сидит в Москве и виртуально обучает сотрудников компании где-то в другом регионе, потому что это гораздо менее эффективно. Все-таки, когда преподаватель рядом, он может подойти к каждому, показать, подсказать. Это гораздо более интересный вариант. Кроме всего прочего, виртуальное обучение не дешевле выездного за счет того, что достаточно важным является качество связи, а обеспечить высокое качество связи стоит денег. И вот второй вариант виртуального обучения – это так называемые экзотические курсы. Курсы, которые достаточно пользуются небольшим спросом и не проводятся, например, в московском центре Клик, или мы их не читаем у себя, поскольку не так часто собираются желающие на эти курсы. Но иногда этот курс кому-то необходим, какой-то очень продвинутый курс. И такие курсы есть у компании Клик, она их предлагает. К этому курсу можно подключиться виртуально, но здесь надо понимать, что курс, скорее всего, будет на английском языке и, весьма вероятно, в не очень удобное время, потому что, если, предположим, курс ориентирован в основном на американскую аудиторию, то, сами понимаете, у нас с ними большая разница во времени. Но вот такая возможность есть по виртуальному обучению. Это то, что мы говорили, в принципе, об обучении, о платном обучении. Теперь вот вопрос самостоятельного, бесплатного обучения. Есть ли такая возможность? Да, конечно, она есть и достаточно широкая. Сама компания Кликтех предлагает иметь достаточно большое количество ресурсов и материалов, которые позволяют вашим сотрудникам обучаться самостоятельно. Особенно это важно для тех, кто уже прошел какой-то курс обучения, но хочет развиваться дальше. Причем здесь совершенно разнообразные материалы, и начиная с тестов, которые могут пройти ваши сотрудники, чтобы понять свой уровень. Вот есть тест у компании Клик, есть масса учебных материалов, есть, ну вот, предположим, даже я сама, когда пыталась немного научиться тому, как работать в Клик, то я нашла громадное количество и разнообразных материалов, и возможность поиска по разным темам, чтобы понять, правильно ты делаешь что-то или нет. Кроме этого, вот на нашем сайте «Тебя и консалт» я вам очень рекомендую, есть большое количество бесплатных материалов. Другое дело, что, ну, платное обучение или бесплатное... Платное? Слушай, да. Ну, как можно сказать, что это стоит? Не слышу, к сожалению. Ну, давайте экспортим, как вам надо. Состин запустился отдельный рейтинг. Извините, не слышу. Давайте закончу, потом... Вы знаете, вы можете написать вопрос, наверное, Сергей мне его прочтет, если... Давайте дальше пока продолжу по бесплатному обучению. То есть вот на сайте «Тебя и консалт» есть большое количество материалов, которые могут быть полезны, в том числе есть вебинары, записанные нами, нашими специалистами, которые помогают изучить какие-то и по «Кликсенс», и по «Кликвью». Есть и тесты, то есть... Но вот я говорю, бесплатное обучение – это, как правило, все-таки либо для... Когда человек сам для себя учится, либо для того, чтобы улучшить навык свой. Если же компания планирует какой-то проект, для нее важно, чтобы через месяц-другой люди начали работать в системе, то мы бы все-таки рекомендовали подумать о платном обучении, которое точно даст вам уверенность в том, что ваши сотрудники все-таки начнут работать с этой системой. Теперь давайте поговорим вот о том, какие, в принципе, кого мы, в принципе, можем обучать. Ну, вот самый первый слой пользователей – это бизнес-пользователи, это пользователи верхнего уровня, которые все-таки работают с готовыми приложениями, и, как правило, если им и нужен курс, то это некий облегченный, может быть, специализированный курс, и вот ни на регулярной основе, ни в московском центре, ни у нас мы такого курса не читаем, хотя мы можем прочитать курс для бизнес-пользователей и также пригласить, предположим, преподавателей из Клик. Но это все-таки немножечко отдельный вариант. Как правило, все-таки бизнес-пользователи не требуют обучения такого. Ольга, я, пожалуй, дополню этот пункт, что обучение для бизнес-пользователей, как правило, достаточно формата в 2-3 часа, то есть это основные функции. Навигация по вкладкам, работа с фильтрами, выгрузка данных, может быть, там, создание презентации. Вот, соответственно, мы тем, кто у нас, например, покупает проекты или лицензии, мы такое обучение предоставляем бесплатно в комплекте. Поэтому вопрос договоренности. То есть оно бывает, но, как правило, оно бесплатно, оно в виде подарка идет. Поскольку оно небольшой Клик, как вот юзер-френдная система, не требует от пользователя специальных технических знаний для того, чтобы работать с отчетами как аналитику. Вот такая ситуация. Ольга, продолжайте. Спасибо, Сергей. Опять вопрос. Ольга, я предлагаю сейчас на вопросы не отвлекаться. Коллеги, если они будут вопросы, то напишут в чат. Ну, в конце обязательно давайте вопросы попробуем послушать, и я попробую ответить. Вы для себя фиксируете, что бы вы хотели. Да, вопросы вот в чате мы в конце этого вебинара прочитаем их по очереди и ответим на них. Ну, и дальше идут бизнес-аналитики. Это, по сути, самые главные пользователи приложений Клик. Это люди, которые, собственно, создают эти приложения, которые должны выгрузить, сначала получить информацию, а потом обработать ее наилучшим образом, чтобы создать те самые отчеты, позволяющие принимать эффективное управление. Есть еще пользователи несколько других уровней, так называемые архитекторы данных. Ну, это, скажем так, перевод с английского в некотором роде, но вот сейчас модно вообще называть всех архитекторами. Вот у нас, мы так называем архитекторы данных. Это все-таки люди, которые создают модель данных с нашей точки зрения. Ну, системные администраторы все, наверное, тоже понимают, кто это. Люди, которые готовят данные к выброске из других систем, которые помогают работать именно с другими системами, администрировать сервера, ну, помогать с загрузкой и публикацией. И есть еще пользователи более высокого уровня, такие штучные специалисты очень высокого уровня, системные архитекторы. Вот, опять же, с английского это enterprise architect. Это люди, которые, собственно, создают всю платформу аналитики, которые создают систему, политику безопасности, и которые вот определяют права. Вот такие существуют пользователи, и этих пользователей, в принципе, ну, вот про бизнес-пользователя мы уже поговорили, чуть позже, еще дальше. А дальше мы посмотрим, как вот этих пользователей, чему мы можем их научить. Начнем. Все-таки у нас два продукта, ClickSense и ClickView. Они, конечно, очень похожи. Я вот совсем не такой специалист, чтобы рассказать вам. Меня часто, кстати, спрашивают, в чем разница. Но, значит, ну, надеюсь, что сейчас мы не будем на этом останавливаться. Да, Ольга, я, пожалуй, добавлю, что отличие между ClickSense и ClickView, это может быть темой для отдельного вебинара. Мы, кстати, такие пару раз проводили. Вот. Если в формате одной минуты ответить, то у них разный интерфейс, построенный на разных движках, поэтому они совершенно по-разному выглядят на экране. Но выполняют похожие функции, работают с одними и теми же данными, и причем технология работы с цифрами у них одинаковая. Вот как бы основное отличие. Ну, они по ценам еще отличаются, и много есть мелких технических нюансов, которые как раз-таки можно вынести на вебинар, ну, и чтобы все это понять, чем, опять же, интерфейс отличается. Это не является целью сегодняшнего нашего общения. Коллеги, если у вас есть и такого рода вопросы, или еще какие-то, которые касаются клика, вы можете тоже их написать в чат, и мы учтем их, например, при формировании темы следующего вебинара. Вот. Поговорим все-таки о курсах ClickSense. На самом деле суть курсов, что по ClickSense, что по ClickView, она похожа. То есть существуют курсы, которые читаются в московском центре Клик, которые мы весьма успешно продаем, и которые предназначены для основных наших пользователей, для бизнес-аналитиков, для разработчиков системы Клик, так называемых. И они включают в себя две части. Первая часть – это создание интерфейса уже на готовых данных. Вторая часть – на самом деле первая часть с моей точки зрения – это все-таки создание моделей данных, выгрузка их в том виде, которое необходимо для дальнейшей работы, модификация этой модели, создание основы для дальнейшей визуализации. И вторая часть – это вот проектировка интерфейса. Как правило, эти два курса в Москве, они даже стоят как всегда рядом. Два дня – один курс, три дня – другой. Например, в помедельник начинается один курс и заканчивается второй курс в пять дней. Таким образом, вот они два дня и три дня – это пять дней. Это то, что на самом деле необходимо для любого разработчика. Мы у себя в Санкт-Петербурге объединили эти курсы, немножечко даже дополнили их и читаем их в течение пяти дней. Есть достаточно еще вот следующие курсы, самые из них распространенные, хотя тоже достаточно редкие, это «Deployed and Administrative Click Sense». Это курс для администраторов системы. он проходит в московском центре «Клик», но, вы знаете, не всегда даже можно на него попасть, потому что иногда он стоит по расписанию, но не набирается достаточное количество желающих и его довольно часто переносят. Вот у нас уже было несколько вариантов, когда у нас люди ждали его пару месяцев, ну, поскольку не является он, скажем, несколько экзотический. А вот еще два курса – это виртуальные курсы, которые, ну, очень экзотические пока для нас, но на всякий случай я написала, что они есть. И здесь, ну, здесь, собственно говоря, вот эти курсы, как они, для кого, какой курс, ну, на этом уже не останавливаться, мы это уже говорили, что курс девелопера-дизайнера, так называемый, Create Visualization Data Modeling, это для разработчика, а остальные и Deployment Administer, это для системных администров. Ну, вот чуть-чуть более подробно про наш собственный курс. Мы его читаем у себя, стоит он у нас дешевле, чем в Москве, раза в полтора практически, ну, поскольку мы не западный вендор, мы можем себе позволить сделать это чуть дешевле. Ну, вот, курс ClickSense, это вот курс полный для разработчика. Следующий, кстати, если кто-то может еще, если кому-то это очень интересно, 18 декабря начинается, может еще успеть, потому что я знаю, что в Москве уже на этот курс мест нет. Вот. Теперь, то, что касается ClickView. По сути, картина та же самая, что и с ClickSense. Есть курс ClickView Designer и ClickView Developer. Точно так же в московском центре Click они читаются рядом всегда. Бывает, конечно, иногда, что есть люди, которые хотят только одну часть из них, но это все-таки редко, и мы бы вот со своей точки зрения, с точки зрения опытных уже, вот наших разработчиков, они говорят, что, как правило, нужны оба эти курсы, и очень часто бывает так, что человек говорит, мне не нужна визуализация, я уже ее хорошо знаю. А потом мы предлагаем тест для проверки данных, и сам вот желающий потенциальный ученик, он говорит, знаете, я так подумал, действительно, я не так хорошо знаю визуализацию, как мне казалось, что, наверное, имеет смысл пройти оба этих курса. Точно так же мы у себя в Санкт-Петербурге предлагаем вот общий пятидневный курс, который покрывает вот все возможности. Кроме этого, есть, опять же, курс для администраторов, это ClickView Server Publisher, и есть еще один, тот, которого вот не было в ClickSense, это так называемый ClickView Advanced Topics in Design and Development, это уже курс для продвинутых пользователей, которые хотят очень сильно улучшить свои навыки в ClickView. Вот тоже не так часто он бывает, вот опять его перенесли, но его читают в Москве. Кроме этого, опять же, если есть группа продвинутых пользователей, то этот курс может быть организован как вы из них. Ну, вот здесь, собственно говоря, то же самое, то, что я уже говорила, по пользователям разбито, что есть курсы для разработчиков, а есть для администрации. И немножко более подробно про наш курс, который мы даем полностью все знания, необходимые для того, чтобы человек начал работать и создавать приложения в ClickView, достаточно эффективные. Отдельная тема совершенно сертификация. Вот смотрите, когда вы учитесь в московском центре ClickView, или у нас в Санкт-Петербургском, или там в каком-то другом, который тоже существует на рынке, что вы получаете в результате? Вы получаете сертификат, но это сертификат о том, что вы прошли данный курс, который, вот вы пошли на курс ClickView Developer, вы получили сертификат, что я такой-то прошел курс ClickView Developer. Но это не означает официального так называемого инженерного сертификата компании Click. Вот по аналогии с тем же, как, например, сдают экзамены у компании Microsoft, может быть, кто-то сталкивался там, я не знаю, Microsoft Certified Engineer, так называемый. Точно так же у Click есть сертифицированные специалисты. Вот здесь перечислены ClickSense Business Analyst, ClickSense Data Architect и ClickSense System Administrator, то же самое по ClickView. Для того, чтобы получить эти сертификаты, нужно пройти совершенно отдельную процедуру. И вот те курсы, которые мы читаем, они ни в коей мере не являются специальными курсами по подготовке к сертификации. Наши курсы и московские, и санкт-петербургские предназначены для того, чтобы человек начал работать, чтобы он получил навык, необходимый для самостоятельной работы, для создания приложений. Сертификация, для сертификации этого мало. И наши рекомендации, рекомендации специалистов из компании Click, это как минимум 6, здесь написано 3,6, но говорят, что лучше 6 месяцев самостоятельной работы. Тогда уже можно и дополнительное самообразование с помощью всех тех ресурсов, которые есть на сайте Click, которые есть на нашем. Для того, чтобы пройти сертификацию, она проводится в зависимости компании, персон-ли. Нужно оплатить экзамен через сайт, и после чего вам дают доступ к сдаче экзамена за определенное время. Попытка всего одна. Дальше вы либо сдали его, либо не сдали. Если не сдали, то в следующий раз пытаетесь снова и, соответственно, оплачивать. Ну, вот на сайте Click, вот то, что они рекомендуют, тот самый тест Skills Assessment, и есть еще достаточно большая тема вопросов, вот Practice Questions, которые очень хорошо помогают издачить экзамена. Это вот, кстати, часто вот меня спрашивают по сертификации следующий вопрос, а важна ли она для, и для кого она важна, нужно ли сертифицировать сотрудников? Ну, мне кажется, что вопрос, он все-таки индивидуальный для каждой компании, но вот мой, вот мой частный взгляд, что сертификат все-таки важнее для работника, чем для работодателя. Я бы, Ольга, я с вашего позволения еще бы добавил, наверное, что сертификация важна для работодателя, если этот работодатель интегратор. Да, если этот работодатель, для нас, вот как для биоконсалт, конечно, важна сертификация наших сотрудников. Потому что мы эти кредиты не подаем, у нас должна быть внешняя какая-то гарантия, что они качественные, соответственно, стандартам разработчика клика, соответственно, именно таким свидетельством является вот эта сертификация. Ежели сотрудник работает у вас внутри, то вы намного лучше, чем этот тест, по результатам его работы увидите докуон, специалист или так себе. Сертификация в этом плане не является обязательной, нужной, для продавателя она не важна. Для нас, как для интегратора, это, конечно, очень важный момент, поскольку мы этих людей продаем на внешний рынок заказчикам, они должны быть по умолчанию, даже не зная конкретного разработчика. Вот прислали сертификат, это уже стандарт качества, это уже уровень. Вот в этом смысл. Мало того, я, наверное, слышала от некоторых работодателей, что вот, пожалуйста, вот сертификаты нам не нужны, потому что если наши сотрудники получат сертификаты, то, скорее всего, они либо потребуют прибавки к зарплате, либо будут искать себе нового работодателя, где смогут получить более высокую зарплату. Поэтому вопрос сложный, но вот, конечно же, да, для интеграторов, для тех, кто работает в проектах, продает своих сотрудников, это очень важно, для всех остальных это вопрос у конкретного работодателя. Вот. Вот это, собственно, то, о чем мы говорили по учебным курсам Клик. Теперь вот немного хочу рассказать про вот наш вот для бизнес, курс для бизнес-пользователей. Это наш эксклюзив, это курс, который предлагает только наша компания. Курс этот касается стратегии стратегии Data Governance, это стратегия, это инструмент для управления большими данными, так называемыми Big Data. Ну, то есть, это все-таки курс для компаний, у которых большое количество, которые имеют большое количество данных, для которых очень важен анализ этих данных и которые должны вот из большого количества разных учетных систем создать BI-систему. И вот... Я, пожалуй, добавлю, что целевая аудитория этого курса это большие корпорации, большие компании, которые уже прошли длинный путь развития бизнес-аналитики, BI-технологии, у которых есть уже, вероятно, некий стек-технологий. Да, наверняка есть там хранилище, кубы, может быть, клик, еще что-то. И нужно правильно выстраивать стратегию развития этой технологии, то есть, какие отчеты делать, с какими бизнес-продразделениями работать, приоритеты расставлять, каким образом выстраивать логическую, физическую архитектуру. Вот эти вопросы как раз относятся к этому курсу. Это, так сказать, высший пилотаж для тех, у кого уже многое сделано и стоят серьезные сложные задачи. То есть, там, где сотни тысяч пользователей, там, где сотни приложений, там, где терабайты данных, и необходимо выстраивать правильную стратегию развития аналитической системы. Вот в таких случаях этот курс актуален. Те, кто находится на начальной стадии или, по-моему, малый бизнес, этот курс не интересен и не нужен вовсе. Примерно такая ситуация. Ну да, то есть, и больше он на руководителей направлен, на людей, занимающихся той самой enterprise architecture, созданием. Ну да, большой корпораций, это, как правило, руководитель центра BI или руководитель аналитики отчетности. Вот, в принципе, это для него курс. Для одного, для двух человек в компании. Что ведет этот курс у нас опытный очень преподаватель, который хорошо понимает, собственно, суть того, что он рассказывает и имеет свой собственный опыт построения проектов в области BI для достаточно больших компаний. Вот, это вот наш эксклюзив, это курс, предназначенный для вот большого бизнеса, скажем так. Ну и последнее, о чем я вот хочу, собственно, сказать, это программный продукт компании Tableau. Это еще одна платформа для бизнес-аналитики, аналогичная клику, в чем-то конкурирующая. Насколько я знаю, в мире этот продукт распространен даже шире, но у нас в России он тоже сейчас достаточно интересен, достаточно многие компании работают с ним, а вот курсов по нему пока очень мало, так что это в некотором роде наш эксклюзив. Курсы, они у нас в двух вариантах, это introduction, это для начинающих, совсем для тех, кто не работал с системой, и курс advanced, Tableau advanced для тех, все-таки, кто уже имеет определенный опыт работы, но не уверен, что их, скажем так, анализ наилучшим, эффективным образом, проект работает наиболее эффективным образом. Пока эти курсы мы продаем больше, все-таки, как выездные, вот у нас буквально вот сейчас на днях, вот на следующей неделе преподаватель поедет в один из регионов к одному очень крупному заказчику. Это курс такой, в некотором роде кастомизированный, он сначала будет смотреть уже готовый проект, это будет Tableau advanced для групп из 10 человек, но вот набирают они популярность, и мы планируем, что в следующем году мы, вероятно, сделаем эти курсы на регулярной основе в группах, вот аналогично к тому, как мы читаем вот уже по заранее известному расписанию ClickView и ClickSense. Но вот пока это больше вот еще один тоже крупный заказчик у нас вот буквально сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы проводить в Москве обучение для другого заказчика. Ну вот, собственно говоря, это, наверное, пока все, что я хотела сказать, и вот сейчас, в принципе, готова отвечать на вопросы. Да, коллеги, я прошу вопросы, если у кого-то возникли, написать сейчас в чат, он находится в правом нижнем углу экрана, и как только мы их увидим, начинаем отвечать. Пока что я вопросов еще не услышал, не увидел. Напишите, мы голосом на них ответим. На них ответим. так, ну, я предлагаю еще пару минут подождать, возможно, кто-то... Может быть, кто-то просто отметит, что он хочет задать голосом вопрос, Сергей тогда может включить микрофон. Ну, если голосом, то тоже пусть отметит. Коллеги, есть еще какие-то темы для обсуждения, которые хотели бы сегодня задать, либо, может быть, для следующего вебинара что-то не попавшее в сегодняшний наш. Ну, пока вопросов нету, я предлагаю тогда поступить следующим образом. У всех есть e-mail Ольга Собачка BigConsult.ru Это e-mail, с которого приходило подтверждение об участии в мероприятии, ну, и мой тоже, с которого приходила ссылка для участия. В принципе, на любой из них вы можете адресовать те вопросы, которые не смогли, не успели или там по каким-то причинам. А, вот что-то и появилось. Подробнее разница между Sense и View. Да, да. Марат, смотрите, насколько я помню, Macro Group уже пользуется технологией ClickView. Если да, то там плюсик поставьте в чатике. Соответственно, разница, я уже начал ее объяснять, она находится в области интерфейса. Соответственно, у ClickSense интерфейс на другом движке сделан, это HTML5. Он оптимизирован для работы на мобильных устройствах. Там на экране небольшое количество крупных элементов, которые масштабируются под экран. Это удобно, когда смотрим с планшета. Это удобно какие-то простые виды анализа. Например, анализ продаж. В принципе, довольно элегантно выглядит на ClickSense. Это новая модная технология, которую любят топ-менеджеры приносить планшет на совещание, поиграть. Разработка, кроме того, упрощена. Если в ClickView нарисовать отчет, это работа все-таки для специалиста, который как минимум прошел курс ClickView-дизайнер, то в Sense может человек, не проходя никаких курсов, кое-что нарисовать, сделать. То есть ClickSense он ориентирован тоже на такую интересную методологию работы с данными, как Self-Service Analysis. Ну, как бы это любят современные бизнес-аналитики. Возможно, если мы интересуемся каким-то разрезом данных, которого в текущих отчетах не представлено, но они есть в модели, они загружены в систему, можно вывести, допустим, какие-то новые разрезы в таблицы, ввести, новые меры, новые измерения, можно нарисовать новые какие-то таблицы, графики, диаграммы, настроить их прямо на экране. Во ввью это тоже можно, но это все-таки требует технических знаний специальных. В ClickSense это может заниматься в простых случаях человек без всякого образования. У меня есть примеры, когда этим занимаются люди, там, коммерческие, финансовые директора. Ну, естественно, любого из аналитиков это там без обучения, в принципе, доступно на начальном уровне. Про ввью я такого сказать не могу. То есть это упрощенная разработка, это оптимизация под мобильные платформы. Современный вид, скажем так, всех диаграмм, потому что ClickView все-таки продукт проверенный, но более старомодный. Мне об этом часто говорят. Ну, оценка все-таки такая субъективная, но я не могу с ней не сочетаться. Мне те, кто попробовали то и другое, говорят, ввью старомодный. Ну, окей. Но есть виды отчетности, которые нам, ну, однозначно нужно делать в ClickView. Это какие-то виды регламентной отчетности, в которой строго прописана форма. Это, допустим, финансово-управленческая аналитика формы финансовой отчетности, они намного лучше выглядят в ClickView. Ну, опять же, чтобы это было более понятно, нужно смотреть. Это реально тема для отдельного вебинара. Мы готовы показывать, ну, как бы, проекты, примеры на вью и на сенсе. Тогда все расставляется на полочке по своим местам. В принципе, если тема вообще интересна для вас, мы можем с вами о том отдельно списаться, либо вам показать, либо, если достаточно будет заявок, сделать вебинар на эту тему. Она не стареющая. Сколько сенс с порядка трех лет на рынке развивается, все время спрашивают о отличие от вью. Там еще есть отдельная тема, как приложение из вью превратить в сенсовские, можно ли одно время на две платформы развивать и так далее. То есть тема, на самом деле, она реально на час-полтора разговора. Вот у нас еще вопрос по Сергею, по курсу Information Management. Ну, вот, не знаю, вам, наверное, оставляю чуть-чуть подробнее, если можно. Да, ну, что касается этого курса, то, как я сказал, это такая полиакадемическая история, которая позволяет строить стратегию развития BI в компании. Вот, если говорить простым таким бизнесовым языком, то это, какие отчеты делать, в какой сложностью, с какой агрегацией, с какими бизнес-подразделениями в первую очередь работать, с какими во вторую, с какими в третью. позволяет правильно подбирать железо, строить, развить системы. Это вещи, связанные с сайзингом, с масштабированием. Допустим, если стоит задача построить план развития BI-системы на ближайшие, там, горизонт два года, четыре года, пять лет, вот, то есть этот курс, он поможет, даст методологию составления такого плана развития BI-системы. То есть по умолчанию, подходов много, в интернете можете найти, о чем только не болтают, чего только не рассказывают. Вот этот курс, он представляет авторское представление нашего консультанта с довольно таким приличным опытом проектов, то есть если эта тема интересна, мы вам пришлем, кто ведет, и какие там темы конкретно разобраны в виде перечня, вот, раз вызывает такое интересное. В целом, это для того, чтобы строить стратегию. Итак. Это мы тогда отдельно с вами свяжемся. Да. Ну, мы отметили, что Марату интересна тема в USN и Ульяне интересна тема по курсу BI-стратеги. коллеги, еще что-то? Угу. Итак, ждем новых вызовов, новых вопросов. Что-то еще есть? Ну, в любом случае, вы всегда можете обращаться напрямую, там есть и мои телефоны, и контакты. Вы можете звонить, писать, пожалуйста, будем очень рады ответить на ваши вопросы. совершенно не обязательно, что вы должны у нас что-то для этого купить, чтобы мы вам ответили. Тем, кто покупает, отвечаем, забываем пространнее. Ну, это шутка, конечно. Это шутка, конечно, да. Так, ну, мы еще минуту ожидаем появления каких-то вопросов, и если они пока что исчерпаны, то будем ждать продолжения банкета в e-mail переписке. Ну, или по телефону. Система поддержки. Так, вижу вопрос Анастасии. Система поддержки по вопросам или мелким задачам. Вопрос сложный, потому что обучение на конкретных задачах. Да. В принципе, ситуация такая. Многие действительно обращаются и говорят, а мы хотим разрабатывать сами систему и поддерживать сами. А можете ли вы, допустим, заниматься поддержкой решения, которое сделал наш разработчик, инженер, или сделал другой партнер? Так вот, я озвучу наше мнение. Это утопия, потому что ваш сотрудник или сотрудник другого партнера мог пользоваться принципами разработки отличными от тех, что приняты у нас, это раз, и мог недостаточно подробно свою работу документировать, это два. Соответственно, то, что наваял другой человек, довольно тяжело и бесперспективно разбирать, поддерживать, то есть, кто сделал, тот и должен. То есть, если делать биоконсалт, проект задает подключен, мы несем в формате слей некоторые обязательства, мы эту систему поддерживаем, если вдруг у вас происходят какие-то изменения, например, в системах-источниках, то мы можем доработки произвести, подключиться к новому источнику, если у вас, допустим, какой-то отчет слетел после выхода новой версии клика, окей, это вариант поддержки, мы приходим, помогаем. Это касается того, что разработал биоконсалт. Если эта история из серии «Мы сами все делаем, но нам нужен человек, которому мы раз в месяц хотим задать вопрос», то это намного сложнее, потому что, чтобы ответить на этот вопрос, который вы один раз в месяц зададите, возможно, нашему специалисту придется несколько часов лазать вместе с вами на удаленном доступе или вживую, разбираться, что же там творится и так далее. То есть, если эта история реально раз в месяц позвать, задать вопрос, лучше развивать центр компетенции кликовский внутри компании. И, как правило, первым шагом к созданию этого центра компетенции как раз являются те курсы стандартные, базовые, про которые мы говорили. То есть сначала мы проходим визуализацию и создание модели данных, потом при необходимости для некоторых мы проводим курс по расширенной Advanced Topics и для системного администратора, естественно, сисадминские курсы. После этого 90% вопросов, которые им хотелось бы вот спонтанно задавать, они уже не возникают, они решаются внутри компании. А те оставшиеся 10, ну, это тема для разговора. То есть, если это все-таки нечто часто возникающее в достаточном объеме часов, то мы можем заключить договор на поддержку такого решения. Ну, это как бы, это уже коммерческая история, нужно общаться. Она не типовая. Я честно скажу, что отлаженная система поддержки BI, это кто создал, тот и поддерживает. Учить на примерах это можно, но исключительно после того, как пройдено базовое обучение. То есть, после того, как пройден дизайнер, после того, как пройден девелопер, после того, как пройден advanced topics и после накопления определенного опыта, как правило, он там порядка полугода или года в зависимости от интенсивности работы и сложности отчетов, уже можно тогда действительно некий collaboration делать ваших и наших разработчиков. Но эта история штучная, она редкая реально. Можно я еще добавлю, что когда наш преподаватель ведет обучение по стандартному курсу, то там есть такая опция, как изучение кейсов, ну, небольших, понятно, учебных кейсов, конкретных, используемых у наших учеников. Я могу на этот счет добавить, Ольга, что если мы делаем под какую-то группу обучения по стандартным курсам, то мы можем в небольших рамках дополнить его разбором тех кейсов, которые используются. Допустим, если мы едем в банк, то мы, естественно, обучаем на стандартных каких-то примерах, но при этом мы добавим несколько примеров, допустим, с анализом клиентской базы банка. Это можно обсуждать. Это нормальная тема. Ольга? Да, я здесь. Ну, я предлагаю вам продолжить. Ну, собственно говоря, мне кажется, уже вы все сказали, Сергей. Так что, ну, да, вот конкретно могу сказать, что вот курс, который мы сейчас продали по табло, частью этого курса является, кстати, то же самое по кликсенс и по кликвью. Если мы продаем выездное обучение, то частью является использование каких-то конкретных задач у заказчика, для чего там готовятся данные нужным образом. Очень многих это вопрос безопасности. Они обезличиваются и на конкретных данных ведется обучение. Да, да. В общем, мы умеем учить и кастом, ну, что называется, вот как сейчас говорят, но основой все-таки является уже обкатанные курсы, которые у нас как конвейер работают и, в принципе, как конвейер, они работают и у Кликтека в Москве. Без них объехать как-то на какой-то телеге не получится, их нужно пройти. А сверх этого могут быть еще варианты, которые мы готовы обсуждать. А вот был вопрос по табло, кто-то пропустил. По табло мы предлагаем два варианта курсов. Стандартный это introduction и advanced каждый курс по два дня для тех, кто совсем не видел эту систему, это introduction, ну, или совсем мало про нее знает, и advanced для тех, кто имеет уже определенный уровень. Ну, и, как правило, пока наши курсы по табло, это кастомные курсы под конкретных заказчиков, хотя спрос есть, и мы предполагаем, что будем проводить и вот группы, собранные от разных компаний на регулярной основе, как вот мы сейчас проводим по клику. Да, вопрос еще поступил от Марата по поводу разработки на табло. Если вкратце, опыт есть, но он не сопоставимый с тем, что у нас есть по клику, ну, и, в принципе, это коррелирует с целым с ситуацией в России, с количеством проектов, то есть, у клика их тысячи, буквально, про табло, такого сказать невозможно, это десятки. Ну, примерно у нас... Табло — это человек, который имеет большой опыт. Преподаватель действительно имеет опыт, кроме того, у нас два разработчика обложенных, сертифицированных и так далее, то есть, в принципе, тема живет, готовы вместе с вами развивать, если на то есть заявки, желания и прочее. Преподаватель — это один из самых, скажем, титулованных, может быть, разработчиков табло в России, который имеет действительно большой опыт и ведет собственный большой проект внутри одной из компаний. В чем отличие табло от Кликсенс? Да, это тема реально для, как минимум, вебинара более длинного, чем наш сегодняшний, в два раза, я бы сказал. То есть, если вас интересует, если вы где-то на этапе выбора системы находитесь, то будет правильно нам индивидуально связаться с вами и пообщаться, потому что оба этих инструмента имеют право на жизнь и выбор идет у каждой компании в зависимости от задач бизнеса, от архитектуры айтишной и так далее. То есть, там очень много факторов и это в формате нескольких минут рассказать без соответствующих примеров, слайдов и так далее нереально. В целом, это и другая биосистема, но работают они по-разному, по-разному что тут еще сказать, но в том формате, который у нас сегодня, я, к сожалению, не смогу внести вам в голову отличия табло от сенсов в таком виде, в каком они должны быть, например, для принятия решения о целевом инструменте в большой компании. Это реально тема для отдельного вебинара, на мой взгляд, и если вам он интересен, то оставьте, пожалуйста, свои контакты, ну, пришлите мне по окончании этого вебинара, мне на e-mail, вот, мы с вами договоримся, пообщаемся, покажем вам, как выглядит табло в работе, сенс в работе, и расскажем, кто ими пользуется, и как. По поводу того, что нужно ли табло, если есть уже клик, ну, можно также задать вопрос, а нужно ли нам Microsoft BI, Power BI, если есть уже клик? Ну, вообще, на самом деле, история тоже из той же серии, и, вот, что касается табло, если есть клик, обычное, обычное, не требуется, но у меня перед глазами есть примеры компаний, которые пользуются обоими инструментами, обоими платформами, если в формате 30 секунд сказать, то клик это в большей степени такой enterprise BI, которым пользуются руководители топ-менеджмент, middle-менеджмент, рядовые сотрудники, аналитики, айтишники и так далее, то есть очень большой стекл сотрудников, задач. Табло это в большей степени инструмент аналитиков, то есть ограниченного круга людей в компании, это 5, 10, 15 человек, как правило, сосредоточенных в каком-то определенном департаменте, это могут быть маркетинг или продажи, или веб-аналитика, вот самые такие распространенные вещи, которые решают заказчики в табло, это в меньшей степени инструмент corporate BI, то есть это не история на сотни пользователей, не история, которую генеральный директор или финансовый, или коммерческий запускает, хотя бывают обратные примеры, нет правил без исключений. Это очень упрощенно, я сейчас объяснил, это реально тема для отдельного вебинара, для отдельного общения. Ну что, есть еще вопросы? Да, тут Марат отметил, что мы идем своим путем, в мире ситуация обратная, ну в принципе я могу сказать, что в мире табло, клик, Microsoft, у них примерно паритет, то есть в одних странах одни сильнее, в других другие, но при этом нужно понимать, что у каждой из этих систем есть свой целевой заказчик с точки зрения отраслей бизнеса, с точки зрения его размера, это первый момент, и во-вторых, они по-разному применяются в компаниях, по-разному внедряются и так далее, у них разный жизненный цикл, это два, то есть напрямую прям сравнивать, что не знаю, там в Америке табло больше, клика меньше, а в России наоборот, ну это, во-первых, это не соответствующее фактам суждения, во-вторых, оно, ну, непродуктивное, оно к никаким ценным выводам, оно не приводит. Ну что, тогда на этом заканчиваем, наверное, сегодня, опять же. Ну, может, еще, может, потихоньку, начинают нам вопросы сыпаться, хоть и большинство из них оказывается не по теме сегодняшнего общения, но я рад, хоть даже в сжатом формате ответить экспрессом на те, что возникли. Вот я смотрю, что даже Марат. Да. Так, ну, еще ожидаем, ожидаем еще пару минут, кто переводит этот тяжелый и... В любом случае, обращайтесь, мы вам поможем выбрать, все тот курс, который... это все обсуждаемо, и если какие-то вопросы возникнут после вебинара, по выбору курсов, или выбору продукта программного, или еще что-то, звоните, пишите. Пока еще подождем пару минут, у кого, возможно, вопрос озарит в онлайн-режиме. Да. А вы, ваше, ваше, вообще, наше, ваше, вы вроде никого не озаряете. Ну, судя по наступившему затишью, Большинство участников уже спешат отправиться на пропущенный обед, поэтому, пожалуй, составим им компанию. Спасибо всем большое за то, что присоединились к нашему вебинару. Да, спасибо за участие и будем рады услышать предложения по темам новых вебинаров или что-то индивидуально с вами разобрать. Пишите письма. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует.